Привет, Феликс. Это Вики. Привет, Вики. Хорошо тебя слышат. Что я могу сделать для тебя? Мне нужен совет насчет карьеры, пожалуйста. Что, ты меняешь работу? С радостью да. Я работала для информации в течение 3 года, но я чувствую мои карьеры, мои перспективы там достаточно ограничены. У меня есть парочка интересных работ на примете онлайн. Да, я вижу. Ты уже хоть на одну из них пыталась отправлять резюме, какую-то активность проявляла? Нет еще? Я даже не писала сопроводительное письмо в течение многих лет. Я не знаю, как это сделать. Я думаю, может, у тебя есть советы или предложения, как это сделать. Сопроводительные письма очень важны. Я тебе дам пару советов, которые подходят всем соискателям работы. Ой, спасибо, Феликс. Прежде всего, крайне важно сделать позитивное впечатление. Если ты отправляешь свою кандидатуру почтой, она должна быть в бумаге высокого качества, как для резюме, так и для сопроводительного письма. Да. Также помни, не будь слишком неформально, если ты хочешь звучать профессионально. Итак, не используй никаких контрактов. Напиши. Я есть, а напиши. А, ему через сокращенную форму. Да, хорошо. Правильно. Самая важная вещь помнить в памяти, что каждое сопроводительное письмо должно быть написано для позиции, на которую вы трудоустраиваетесь. Вы также должны знать, что ты прочитала о компании, выполнила некоторые исследования и думаешь об точности той работы, к которой ты трудоустраиваешься. То есть ты имеешь в виду, что я должна знать о компании в более глубоком контексте через интернет, к примеру? Да. Найди как можно больше деталей, чем лучше. Когда будешь писать свое сопроводительное письмо, сконцентрируйся на навыках, которые требует эта работа и что ты можешь предложить компании. Я понимаю, что ты имеешь в виду. Как думаешь, мне следует отправить копию университетского сертификата с письмом? Не следует беспокоиться. Если компания захочет увидеть какие-то документы, о них попросят позже. Я тебе скажу так. Я отправлю копию у тебя хорошего сопроводительного письма. Сделай некоторые заметки на фоне его. Ты поймешь, что я имел в виду и возьмешь для вдохновления как образец. Спасибо, Феликс. Это великая помощь. Я позвоню тебе потом узнать, что будет дальше с этим приложением и трудоустройством на работу. Никаких проблем. Что надо будет еще? Пожалуйста, спрашивай. А репетиторы по скайпу из Канады мы решаем вопросы, связанные с практическим трудоустройством.